В конце июня в город Новосибирск почти из 40 городов России съехались делегаты из филиалов протестантской церкви Исход. Традиционно дважды в год для подведения итогов и координации общего видения Миссия 100 на базе учебного центра в поселке Молот проходят пасторские встречи. Главным спикером собрания выступает старший пастор объединения Алексей Пронькин. Я думаю каждый человек однажды достигает пика, своего жизненного пика, когда его силы закончились, его идеи закончились и он нуждается в обновлении. Здесь происходит взаимное опыление, когда мы опыляем друг друга, когда каждый человек рассказывает свои свидетельства, свои победы и свои задачи. И это безусловно приносит взаимное обогащение. Регламент трехдневной встречи всегда расписан буквально по минутам. При участии президента Ассоциации Родина без наркотиков Вадима Харитонова руководитель каждого филиала проводит отчет о работе миссии в своем городе. Это анализ, работа над ошибками, а также выявление и награждение лучших по итогам полугодия. Господь да благословит вас, благодатью на всякое доброе дело. Спасибо, брат. Представительницы IT-служения Церкви Исход провели семинар о правильном использовании масс-медиа пространства. Такой обмен опытом всегда приносит добрые плоды в работу миссии. Под руководством Алексея Пронькина собравшиеся распланировали и следующие полугодия. Мы применяем, берем для себя опыт тех людей, которые уже прошли этот путь, которые только мы сегодня идем и более эффективно будет наше шоссе. Я вижу, во-первых, это искренность, во-вторых, это здравость учения и то, что у нас есть будущность и надежда. В свободное от совещания время руководители миссии общались не только между собой, а посетили Центр Духовно-нравственного восстановления личности. Своим свидетельством и примером они вдохновили людей не останавливаться на достигнутом, а строить свою жизнь, служа и доверяя Богу. Во-вторых, эти люди просто имеют колоссальную любовь в своем сердце, они идут с чистым открытым сердцем для того, чтобы помочь реализовать, чтобы мы реализовали свою жизнь. Просто помогают людям, потому что имеют благодарное сердце, что им однажды помогали в этой жизни. Встреча финишировала на общем воскресном собрании в базовой церкви «Исход». На этом богослужении молились за старшего пастора Алексея Пронькина, который впервые летит проповедовать в город Алматы на молодежную конференцию «Святые в городе». Из-за пастора из Лысьвы Олега Старикова. Он уезжает на кубок по тяжелой атлетике. Служители церкви «Исход» организовали для женщин, которые проживают в социальной гостинице благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу». Приглашенные профессионалы, каждый желающий оказали услуги парикмахера, маникюрного мастера и визажиста. За счет того, что она приобретилась, она уже внутри себя чувствует по-другому. Чувствует более лучшее и чувствует, что она нужна. В этой гостинице проживают женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И многие из них тут впервые встретились не только с визажистом и парикмахером, но и с элементарной человеческой заботой. Наталья с 14 лет была одержима вредными привычками, загубившими ее юность и веру в людей. Узнав о социальной гостинице «Церкви Исход», она пришла попробовать изменить свою жизнь и ни на секунду не пожалела, что решила остаться. Самое главное – порыв, что ты хочешь работать, что кому-то ты становишься нужным, когда тебе окружается теплота, забота людей, когда ты видишь, что кому-то нужен. Это очень классно, это супер. Проводимое служителями «Церкви Исход» мероприятие направлено раскрыть в каждой женщине красоту и потенциал, заложенный Богом. Результат, скажем так, налицо. Им здесь помогают, обеспечивают жильем, обеспечивают работой. Они подзнакомятся здесь, может, в самой главной жизни. И их жизни преображаются. Церковь Исход занимает активную позицию в жизнедеятельности города Новосибирска. Целью служителей является развитие духовно-нравственных ценностей и пропаганда здорового образа жизни среди горожан. 26 июня на двух основных площадках, площади Карла Маркса и Михаила Калинина, волонтеры провели акции, приуроченные к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Мы проводим общение с людьми, с населением о вреде наркомании и алкоголизма. Мы рассказываем о вреде пагубных привычках и рассказываем, куда можно, если что-то у кого-то случилось, обратиться за помощью. А в минувшие выходные жители города Новосибирска отпраздновали 121-летие любимого города. Организованная служительницей церкви Исход Марии Волковой хореографическая группа «Импульс» уже не первый год принимает участие в общественных мероприятиях. После упорных тренировок на день рождения столицы Сибири ребятишки выступили с танцевальной поддержкой в составе вокальной группы «Селекта». Таким образом, ребята не только доставили удовольствие многотысячной публике, но и сами приобщились к истории родного города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова